Хирурги готовятся к плановым операциям. Пандемия идет на спад, а значит, есть возможность помогать не только тем, кто заболел коронавирусом. Несколько месяцев хирурги не могли полноценно работать. Некоторые хирургические отделения были задействованы как инфекционные. Теперь эпидемиологи проверили их на санитарную безопасность. Скоро операционные откроют. Впрочем, они работали и до сих пор. Срочные операции, когда на кону жизни будущее человека, отменить невозможно. На одной из таких операций побывала Анета Шаповаленко. Репортаж о том, как работают хирурги. Это новый корпус хирургии РКБ. Сюда последние месяцы направляли только срочных пациентов. Но ситуация с ковид улучшается и заболевших все меньше. Это значит, работа медработников постепенно возвращается в нужное русло. Осмотры госпитализации все будет почти как раньше. Если вы думаете, что спецформа медработника – это примерно такая же, как в культовом фильме «Тарантина Лбитбилла», нет. Никаких изящных коротких белых халатиков и колпачков на голове. Брутальная шапка. Большой халат. Бахель. И, конечно, главный атрибут – маска. Все. Боевой настрой у врача отделения челюстно-лицевой хирургии с самого утра. Первой к операции готовится медсестра. Это главный помощник и надежный тыл хирурга. Функция медсестрой операционной – ход, обработка инструментов и активная помощь хирургам во время операции. Это сейчас медсестра Юля занимается привычным делом. А в пик пандемии весной работала здесь постовой медсестрой. Новый корпус хирургии в лечгородке построила компания «Шериф». Правда, работать по профилю не получилось. Здесь сразу разместили первый коронавирусный госпиталь в Террасполе. В ковид-госпитале много тяжелее работать, потому что там спецодежда. Вот из-за нее большие трудности, неудобно. Пока Юля стерилизует инструменты, в работу включается врач-анестезиолог. Его ободряющий взгляд вселяет уверенность, что все будет хорошо. Нам нужно хорошее насыщение крови кислородом. Это обеспечит нормальную работу сердца, говорит врач. Уровень насыщения крови кислородом – один из главных показателей на мониторе. В данном случае у нас насыщение 98%, поэтому мы спокойно себя чувствуем. А это кислородные баллоны, незаменимая вещь в Анастасии. Здесь есть специальный шланг с кислородом. Он ведется прямо к аппарату искусственной вентиляции легких. Главный страх любого пациента – проснуться во время операции. Этого не произойдет, пока на посту Вячеслав Тимофеевич. То есть вы должны вводить в операционный? А куда я денусь? Хирурги будут стоять здесь, а мы будем работать только по приборам. Что у нас будет показывать, будем коррегулировать. Сейчас немножко отрегулируем давление после интубации, и они будут работать хирурги. А вот и главные действующие лица – хозяева операционной. Так выглядит традиционная процедура хирурга перед операцией. Если обычный человек моет руки 20 секунд, то у Дмитрия Сергеевича все сложнее. Руки нужно намыливать два раза, тереть не меньше трех минут. Еще и до локтей – это не все. За кран хвататься нельзя. Он закрывается локтем, руки вытирают стерильным полотенцем. Потом обрабатывают антисептиком. Пациент уснул сном младенца. Вокруг него уже несколько специалистов. Анестезиолог дает разрешение на операцию. На операционном столе пациента у него есть синтез нижней челюсти или по-простому перелом. Он прибыл несколько дней назад, прошел обследование, сдал тест на ковид. И сейчас у него экстренная операция. Рядовой такую операцию точно не назовешь, говорит врач. Сложностей много. Здесь много крупных сосудов на лице. Много важных нервов. Их надо обойти, не повредить. Пациент хирургов не видит. Выходят, это бойцы невидимого фронта. Обдумывают каждое действие. Выражение лиц не понять. Маска закрывает почти все лицо. Но взгляд спокойный, сосредоточенный. Надо минимум оставить следом от своего вмешательства. Потому что все-таки лицо – это социальный орган человека. А вот это зрелище не для слабонервных. Специальной хирургической дрелью пациенту сверлят кость. Потом в нее закрутят винты. С их помощью закрепят металлическую пластину. Хирурги работают со специальным оптическим прибором. Он позволяет сосредоточиться на операционном поле в несколько миллиметров. Последние месяцы здесь проводили только экстренные операции. Правда, объем работы от этого не уменьшился. Пациенту челюсть починили за час. Все прошло успешно. Это была первая операция за этот день. И он обещает быть насыщенным. Сейчас поступил срочный пациент. Будем брать его в операционную.